Всем большой привет! С вами Андрей. Хочу с вами поговорить сегодня на такую тему, которая меня очень стала волновать в последнее время. На фоне того, что происходит в мире вообще, вот это коронавирус, пандемия, изоляция, карантин, я обратил внимание, насколько люди стали нетерпимыми и агрессивными. Не знаю, замечали ли вы, что мы в последнее время реагируем только на негатив. И, в принципе, я даже могу по себе судить, меня почему-то стали интересовать какой-то негатив, знаете, то есть сколько человек погибло, я каждый день сам себя ловлю на мысли, что я захожу в интернет и постоянно смотрю, сколько человек заболело и сколько погибло, и со своим аналитическим умом математическим сразу начинаю подсчитывать процентное соотношение, и меня постоянно почему-то раздражает, что процентное отношение, смертность, точнее, растет, то есть в процентном соотношении. И я понимаю, что люди сейчас, они настолько, ну, как сказать, настолько озадачены, озабочены этой ситуацией, да, мало того, что многие люди работу потеряли, сейчас я постоянно вижу новости, как люди бастуют, вот у нас в Одессе из-за того, что рынки закрыли, в Херсонской области, я смотрю, фермеры вышли тоже бастовать. То есть, и такая волна негатива, она, я уверен, прокатилась не только по Украине, да, я думаю, это по всем соседним странам, там, Беларусь, Россия, Молдавия, да, там, Европа, Европа та же самая, то есть. Мне вот очень интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что я смотрю даже по своим знакомым, вот с кем я не разговариваю, люди настолько беспокоены, люди настолько, некоторые из них действительно прям в глубокой депрессии, что происходит, потому что люди, как правило, весной, знаете, когда вот организм перестраивается, они, ну, то есть, питаются либо чем-то хорошим, либо плохим. То есть, я, как правило, весной всегда планировал поездки в Крым, то есть, я очень люблю море, я вот сейчас очень переживаю, потому что я не могу пообщаться с мамой лицом к лицу, я ее уже несколько месяцев не видел, кто не знает, моя мама живет в Крыму, я хочу очень к ней поехать, но я вообще не знаю, откроют ли границы с Крымом сейчас, и когда ее откроют, может быть, в конце лета. То есть, многие спрашивали за наши поездки со Славиком Зобовым, но я вам точно говорю, что вообще непонятна ситуация. И вы знаете, вот это непонимание ситуации и вот это непонимание будущего, оно настолько раздражает, что питаешься только негативом. Вот я по себе сужу, я вообще человек очень позитивный, во всем стараюсь найти какой-то позитив, даже в этой изоляции, карантине и всем остальном, я нахожу, пытался находить какую-то философию. То есть, ну, значит, нужно сидеть дома, значит, мы чего-то человечество не понимаем, значит, может быть, так Бог хочет, чтобы мы посидели дома, проанализировали как бы философию свою человеческую. Да, вот смотрите, мы сейчас сидим дома, мы кушаем, читаем книги, спим, смотрим какие-то ролики, заходим в интернет, но в связи с тем, что финансовое состояние большинства людей усугубляется, люди, как правило, начинают агрессировать. То есть, я вот даже по комментариям к своим видео наблюдаю, как люди пишут негатив, гадости какие-то, оскорбляют. То есть, конечно же, мои подписчики, которых я очень люблю, всем вам большой привет, то есть, мы стараемся друг друга напитать позитивом, но я сужу даже элементарно по соседям, допустим, да. К примеру, вот я иду по улице и вижу, как люди друг на друга срываются, прям, знаете, вот, особенно, если кто-то близко рядом с человеком стоит, знаете, один человек стоит в маске, а другой человек стоит рядом с ним, там, в полметра. И я вижу, как люди прям агрессируют друг на друга, отойди от меня, отойди, ты чего нарушаешь правила, да пошел ты, да сам пошел ты. Я вот иду, как правило, знаете, вот люблю соблюдать правила дорожного движения, да. Это касается и тогда, когда я не за рулем, то есть, я иду всегда с правой стороны, да. Если мы гуляем с семьей, это в парке, я всегда держусь справа. Но, знаете, люди, которые не воспитаны, то есть, не изучали правила дорожного движения, что удивительно, вот, почему это не преподают в школах, вот, да, и люди, которые идут тебе навстречу, да, то есть, по левой стороне, то есть, тебе навстречу, да, не придерживаются правила правой руки, то есть, нужно справа находиться, а именно идут вот тебе навстречу. Ты, конечно же, останавливаешься, они останавливаются напротив тебя, и ты слышишь какой-то негатив, куда ты идешь навстречу, а вот карантин, ты пытаешься людям объяснить, ребят, ну, дело не в карантине, вы просто нарушаете правила, начинается какая-то агрессия. То есть, о чем это говорит? Вот сейчас такой период, когда люди очень озлоблены, они сейчас нуждаются, мы нуждаемся, да, вот, в финансах, дополнительной какой-то поддержке от государства. Вот эти новости постоянные в связи с тем, что сколько пострадало, сколько за день там заболело, сколько выздоровело, и эти новости очень нагнетают. Я смотрю, многие люди очень действительно подвержены панике и негативу вот этому из новостей. Я хочу, чтобы поскорее это действительно закончилось, потому что люди очень злые сейчас. Мало того, что у людей нет денег, средств существования, у них постоянно эта новостная атака идет про панику, про вирус, про все остальное, и люди не знают, как, ну, как бы, когда будет какой-то выход вообще из ситуации. Особенно в Украине это, ну, чувствуется просто вот во всем, в мелочах. Вот зайдите в супермаркет там, люди не могут пойти погулять возле моря, люди не могут сходить в парк, то есть набраться позитива, понимаете? Нас закрыли в клетках и сказали сидеть и смотреть новости. Вот эти новости каждый день, а вот сводка вот эта вот, постоянная РБК вот эта, знаете, РБК заходишь там, вот это вот то, вот это вот то, вот это тестов сколько сделали. Кстати, я сегодня узнал, не знаю, знали вы или нет, что всего сделано в Украине 70 тысяч тестов официально. Представляете, всего лишь 70 тысяч, и официально больше 10% из этих 80 тысяч уже заболело. Представляете, только 80 тысяч. У нас население, с учетом, что вернулось сейчас все с западной, ну, с зарубичан, как с России, так с Европы, население увеличилось сейчас, ну, я думаю, миллиона на 4. И вот представьте, из этих 4 миллионов, сколько потенциально заболевших, да, вот если тесты вообще не делаются. Немногие писали в комментариях, когда я общался с крымчанином, с Иваном по поводу сезона, в Крыму вводили сезон, писали о том, что, Андрей, ты вот пишешь, что в Украине всего там 6-7 тысяч заболевших, а сколько сделано реально тестов? Вот в России, допустим, сейчас заболевших сколько? 60-70 тысяч, да. Они мне так и писали, вот, комментаторы из России, а сколько реально сделано тестов? Ты подсчитал? Я действительно об этом не знал, вот только сейчас я обратил внимание, сколько тестов сделано, зашел официально, посмотрел только 80 тысяч. 80 тысяч, друзья. Население Одессы сейчас, ну, 1850. 850 тысяч, представьте. То есть только 10% от населения Одессы, я не говорю уже за всю Украину. В общем, новости не из приятных. И, знаете, я вот постоянно, у меня любимое развлечение, когда я хочу отдохнуть, я смотрю какой-то хороший фильм. И, кстати, если кто-то знает какие-то классные фильмы, напишите топ-3 своих фильмов, я с удовольствием просмотрю. Именно только каких-то позитивных, потому что, может быть, научных, да. Потому что мне вот есть подписчики, которые советуют в последнее время фильмы очень негативные, там, да, про то, как нас там хотят чипировать, что весь этот вирус сделан для того, чтобы придумать вакцинирование, чтобы за нами следить в социальных сетях, чтобы не только в социальных сетях, а вот там вшивать нам под кожу какие-то чипы. В общем, теория заговора мирового, что Китаю этот вирус принесла Америка, чтобы сбить ее с политической аренды, чтобы нарушить экономику страны, в общем, чтобы... И, в общем, я это все читаю, и люди в это верят. То есть я по комментариям захожу, по своим смотрю, просто люди сошли с ума. Столько всего в головах людей. Теория заговора, чипирование, там, нас уничтожают, за нами следят, нас хотят... Все хотят, чтобы вымерло старшее поколение, чтобы не платить пенсии. Ты это читаешь по комментариям? Я же говорю, почему я решил записать это видео? Ты это читаешь, и у тебя остатки волос на голове не то, что встают. Они хотят просто залезть под кожу. Понимаете? Потому что... Ну, это бред, ребят. Это делается, я уверен... Единственное, в чем я уверен, что эта информационная атака негативная, она делается для того, чтобы отвлечь нас от реальных проблем в секторе экономики, там, социальной политики страны. Я уверен в этом, что это все делается, чтобы мы не винили в наших бедах все, этот вирус. Вот вы задумайтесь, друзья. Я понимаю, что будет много вопросов, но подумайте сами. Смотрите, мы живем в тяжелейших условиях сейчас. Я говорю за Украину. И на фоне того, что мы остались без работы и без денег, нам навязывают такую правду, что во всем виноват вирус. Что это все вирус, вот это вот, если бы не вирус, мы бы жили хорошо. Я помню до вируса ситуацию, друзья. Я постоянно снимал видео, то, что меня волнует, про цены, про спекуляцию. Было то же самое, если не хуже. Сейчас просто они официально узаконили, теперь все наши проблемы переложили на вирус, по сути. Поэтому вы готовьтесь к тому, что когда мы наконец преодолеем все и выйдем из этого вируса, то во всем будет виноват вирус. В том, что вы получаете мало, в том, что вам зарплату не платят, в том, что вам комиссионные не платят на работе, в том, что хлеб стал стоить в три раза дороже, в том, что вы не можете пособие получить, в том, что... Да элементарно во всем будет виноват вирус. И вот тут стоит задуматься, для чего вот это все было создано на самом деле. Я имею в виду информационную атаку эту. Я хочу этим видео, чтобы мы задумались о позитиве, потому что даже я провел у себя голосование на канале, какие видео вы хотите больше видеть. И там 50, больше половины людей написало, проголосовало, что они хотят видеть видео из Закарпаття, про нашу поездку в Закарпаття, то есть про позитив. Но по комментариям я, когда читаю, какие-то вирусные видео, когда я выпускаю, по комментариям один негатив. Вот один негатив, люди питаются негативом. Я хочу, чтобы мы понимали, что негативом питается не только мы друг друга питаем, негативом мы питаем и тех, кто нашу страну доводит до краев бедности. Это я вам точно говорю. Вот я не хочу, чтобы это происходило. Я хочу, чтобы мы все, не только украинцы, но вот все соседи, да, россияне, белорусы, европейцы, там, США меня смотрят, чтобы мы понимали, что сейчас такой период, когда нужно уже отходить от негатива и переходить на приятные какие-то позитивные новости. Надо задумываться о том, где нам заработать деньги, надо задумываться о том, возможно, о смене работы, потому что сейчас очень сильно в связи с кризисом пострадают все сферы экономики, поэтому мало-средний бизнес вообще, я не знаю, как он будет переживать. Сейчас все кафе, рестораны, которые выйдут, они, ну, сами посудите, с какой труднейшей ситуацией. У людей просто отсутствуют деньги. Если до этого малый-средний бизнес выживал, то сейчас будет вообще непонятная ситуация, вообще будет непонятно что. Поэтому нужно задумываться о том, где заработать деньги, на чем. Сейчас будет, кстати, очень ценен, я уверен, физический труд. Многие пейлот, когда откроют границы на заработке, хотя я вообще не уверен, Европа откроет ли она границы в ближайшее время, ну, вообще, в принципе, для заработчан. Я не знаю, вот, будет ли это. Либо они сосредоточат все усилия, имея в виду страны европейские, на то, чтобы приобщить к физическому труду свое население. Поэтому очень трудно сказать, как нам выйти из этой ситуации. Но однозначно нам нужно думать об этом вместе, как нам заработать деньги, как нам выжить в этой ситуации. Нам нужно отходить от негатива к позитиву. Я понимаю, что это просто слова. Это очень трудно сделать. Сейчас все очень обеспокоены. Но питаться надо, друзья. В общем, если что-то не так наговорил, извиняйте, может быть, лишнего сказал. В общем, захотел пообщаться с вами, потому что действительно почитал, посидел в телефоне новости, и мне просто шок. Что происходит в мире, как нас зомбируют новостными атаками этими. Просто зомбируют. Даже я при всей своей позитиве, при вере в Бога, начинаю вчитываться в этот ужас и понимаю, что куда-то меня не туда несет. В общем, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Хочу всем пожелать, конечно же, позитива, здоровья, держаться. Мы должны быть вместе. Я вас прошу, давайте общаться в комментариях, давайте делиться позитивом. Мне очень нравится, когда вы пишете хорошие вещи. Мы друг друга поддерживаем. Мне это нравится. Мы с вами. По поводу поездки в Крым, друзья, я очень хочу поехать. Я очень соскучился по маме. Ей там одиноко. Я хочу приехать, сделать для нее шоуру. Кстати, кто не смотрел рецепт шаурмы, посмотрите у меня на канале. Пожарите ей шашлычок из баранины. И мы очень соскучились друг по другу. Поэтому я хочу, чтобы поскорее все закончилось, и мы вернулись в нормальное состояние. Друзья, всем вам мира, любви и, конечно, берегите себя, свои семьи. Всем большой привет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!